Далее источник утверждал, что Владимир Рощупкин не хочет участвовать в фальсификации результатов предстоящего голосования, а желает остаться в памяти азовчан честным и порядочным руководителем. Для этого он якобы отправился в Москву, где планировал встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой и передать федеральной чиновнице документы, подтверждающие массовые фальсификации и нарушения в ходе избирательных кампаний, проходивших на территории Азова в течение последних трех лет. Эта новость взбудоражила общественность. Азовчане стали пересылать друг другу данное сообщение, писать комментарии и гадать, что же будет дальше. Чтобы разобраться в данной ситуации, наша съемочная группа отправилась на встречу с Владимиром Рощупкиным и узнала все из первых уст. То, что касается накала политических страстей, это обычная нормальная практика для любой избирательной кампании, хотя в этом году кампания действительно проходит под знаком такого достаточно грязного информационного сопровождения. Очень много выливается таких порой дискредитирующих отдельных кандидатов грязи, я бы так сказал. Для меня, конечно, это печальная практика, поскольку хотелось бы, чтобы выборы проходили чисто, честно, легитимно. Но многие те деструктивные силы, которые сегодня рвутся во власть, полагая, что попав в городскую думу, смогут обеспечить себе какую-то, может быть, безбедную жизнь или существование комфортное, хотя это ошибочное мнение, тем не менее, они используют сегодня самые грязные методы, активно воздействуют на общественное мнение, пытаются им манипулировать и создают у людей неправильное понимание ситуации, распространяют клеветнические порой сведения. То, что касается информации в отношении моей отставки, я могу вам сказать здесь прямо, я ни о какой отставке сегодня речи не веду. Более того, я принял участие в конкурсе на главу администрации города Азова, прошел оба этапа, и новому составу Азовской городской думы предстоит, вот из тех финалистов, которые сегодня у нас имеются, это я и еще один кандидат выбрать, главу администрации на следующий срок. Это будет делать уже новая городская дума на ближайшем своем заседании в сентябре месяце, поэтому вся эта информация о якобы моей отставке, она не соответствует действительности, и более того, я могу ответственно заявить, сегодня направлено в полицию соответствующее заявление, ищут распространители этой информации, предположительно мы представляем, кто за этим стоит, ну собственно те деструктивные силы, которые сегодня, порой где-то даже это представители криминала, которые рвутся просто во власть, и тем самым пытаются действующие власти выступить в оппозиции, соответственно, ну такими нечестными методами, в том числе используя людей наших, азовчан, распространять эту недостоверную информацию. Поэтому, конечно, такие случаи будут жестко пресекаться, в том числе правоохранительными органами, поскольку это сегодня, в первую очередь, их задача. Ну а людей я прошу уже дотерпеть, оставшиеся три дня до выборов, набраться сил, пережить все эти, значит, острые политические события, ну и я надеюсь, что 9 сентября мы все с вами вместе будем продолжать заниматься развитием нашего города, поскольку очень много планов на ближайшую перспективу, намного нужно с вами реализовать в городе задуманного, и я думаю, что с той думой, которую азовчане изберут, у нас все обязательно получится. Субтитры создавал DimaTorzok